Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главная». Меня зовут Нина Демогла. Сегодня мы обсудим экономическую, социальную ситуацию в нашей стране, а также, конечно же, обсудим ситуацию, сложившуюся в регионе, и то, как она может повлиять на Республику Молдову в целом. Обсудим это с гостями нашего эфира. Наше приглашение принял политик Серафим Мурикян. Серафим Александрович, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. А также с политологом Корнелем Учуря. Господин Учуря, здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо за слушание. Итак, давайте начнем с самых последних новостей, которые касаются Молдовы, потом обязательно перейдем к региону. Президент Майя Санду подписала заявление о вступлении Молдовы в Евросоюз. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила о том, что Молдова останется непоколебимой на пути к евроинтеграции. Господин Учуря, о чем, как политологу, вам это говорит? Ну, это мне мало о чем говорит. С точки зрения эффективности подачи этого опрошения, скажем так, заявки на вступление в ЕС, мне кажется этот жест очень не таким убедительным. Он взят под прессингом событий. И я не уверен, что оценка ситуации правильна со стороны правительства президента. С другой стороны, я надеюсь, и мне кажется, что этот жест, по крайней мере, не навредит нашей стране. В том плане, что он малоэффективен, исходя даже из заявлений европейских чиновников, которые не особенно спешат принимать во всерьез эти заявления. И все равно предполагается определенная процедура, но также из-за войны в Украине, которая может закончиться таким результатом, который просто обесценит все эти шаги нашего правительства. Есть такое мнение, что Евросоюз, хотя, в принципе, глава Еврокомиссии Уссулафон де Ляйр заявила, что сейчас все усилия ЕС сосредоточены на войне. Но все же, есть такое мнение, что Евросоюз может очень быстро принять Молдову в ближайшее время для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе. Возможно это или нет? В принципе, теоретически возможно. Но я себя спрашиваю, если результат для Евросоюза, результат войны будет противоположным, то есть не тот, который бы хотели для себя европейцы. Тут речь идет о трех странах, в принципе, Грузия, Украина и Молдова. И мы как бы в пакете опять. То как они будут принимать нас? И как они будут нас держать в Евросоюзе, если, например, ну скажу прямым текстом, Россия победит в этой войне. То есть в таком случае это невозможно? Это, опять, это невозможно, да. Это, мне кажется, невозможно. Спасибо, господин Буритян. Я хотел бы добавить к этому. То есть вы согласны с господином Чурей? Я отчасти, конечно, согласен. Но если нынешнее руководство Молдовы и то, что беды, которые натворили наши соседи, мы еще вернемся к этому вопросу, они думают, что отмоется вот этими поданными заявками для вступления в Евросоюз, то я хочу сказать, что это не то, что с точки зрения политической, это шаг в никуда. Это одномоментное вступление Европейского Союза в конфликты, региональные конфликты. Или как называют, войну. Просто на это Европейский Союз сам не пойдет. Конечно, не пойдет. Там, если не решены границы, вот у нас демаркатия границы даже не закончена с Украиной, не говоря о том анклаве, который мы имеем с левой стороны Дестре. Потом давайте посмотрим на историю вот этого быстрого вступления в Евросоюз. Вот я вам приведу такие данные. Македония подала заявку в 2004 году, Албания в 2009, Сербия в 2009, Турция в 1987 году. Уже 37 лет Украину сейчас, в 2008 Черногория, Северная Македония и так далее. Значит, это просто отвлечение людей из этих стран. И мне очень жалко, что вот нас ведут вот в никуда. И то, что подали эту заявку. Ну, наши доблестные руководители страны думают, что люди забудут, что они платят сегодня такую цену за энергоносители из-за глупости отдельных руководителей. Я понимаю, что им не нравится, но это факт. Но если Турция, член НАТО и другие страны ждут уже 37 лет. И я хочу сказать, что когда я занимался этой проблематикой, вот на разных уровней, то было сказано господину Урекиану не раньше, чем через 30 лет. И я в этом даже капли не сомневаюсь. И это отвлечение под эйфорию гуманитарной миссии, которую выполняет Молдова. Но это выполняет не только правительство Молдовы, они будут делить потом медали. А это выполняет добрый молдавский народ, который он всегда был принимаемым, гостеприимным. И всегда он поддерживал обиженных. И вот сейчас наши люди встали и помогают нашим братьям. Дай Бог, чтобы они себя вели в Молдове с достоинством и по-человечески. Потому что есть и другие сигналы. Мы об этом обязательно еще поговорим, господин Урекиан. Значит, вам кажется на сегодняшний день это невозможно? Абсолютно. А как кандидата нас могут признать кандидатом? Ну, кандидатом, я вам сказал, 37 лет Турция. Кандидат. То есть кандидат это еще ни о чем? Кандидат это вообще ничего. Понятно. Значит, также хотелось бы продолжить с коротких комментариях о том, что сейчас на самом деле происходит в Украине. Господин Чуря, вы как профессиональный политолог, который в принципе занимается тем, что может без эмоций, спокойно анализируя ситуацию на сухих фактах, объяснить, что вот на данный момент там происходит? Вы так красиво описали меня, что я не обращу внимания. Это не комплимент. Он посмотрел на себя уже другими глазами. Что вот на данный момент, какую вы видите ситуацию? Конечно, все сейчас следят, у всех, конечно, все взвинчены, очень сложно смотреть нейтрально. Все взвинчены, потому что они не смотрят сухие факты, они неправильно мониторят информацию. Потому что это чисто по-человечески. Все-таки война стучится в наши двери, и на это нельзя не реагировать эмоционально, конечно же, на всех. Но желательно, конечно, иметь и несколько отвлеченный взгляд, такой нейтральный, пытаться как-то оценить эту ситуацию. Ну, что сказать? В принципе, я вот исхожу даже из последних двух пресс-конференций, двух президентов, Зеленского и Путина, в принципе, по тональности, и по движениям, и по мимике, и по всем, чего хотите, по уверенности в своих силах. Есть ощущение, что Украине очень тяжело. Сейчас это доказывает и переговоры, которые, в принципе, сейчас второй раунд закончились ничем, кроме как установлением еще непонятно в каких условиях гуманитарных коридоров, зеленых коридоров для гражданских лиц. Как вам конференция Зеленского? Ну, человек под сильным давлением, как и вся страна. Здесь, конечно, эхидничать нельзя, и, я думаю, не следует. Конечно же, Украина, с моей точки зрения, она жертва в этих условиях, и, в принципе, это признается, если не всеми, то многими, жертва, потому что вот она, например, страны, которая играла не в свою игру, и за нее играли и политики, и не только в Украине, и в других местах, скорее всего, неправильно оценили ситуацию. Вот это цена тех ошибок, которые совершаются политиками, когда они несколько дезориентированы. Конечно же, и Россия, тут сложно оправдывать Россию. Но мы оценки еще будем, возможно, давать, господи Чудя. Но на сегодняшний день, что там происходит? Ну, если говорить в чисто военных терминах, потому что это самое важное, и военная динамика, она наиболее интересует всех, потому что есть экономический формат. То, конечно же, Россия развивает наступление на многих фронтах. Вернее, сам фронт уже практически не существует, но по разным направлениям. Это юго-запад, это юго-восток Мариуполь, это создание котла в Донбассе, потому что там находится самая такая сильная украинская группировка. Это окружение Харкова, Булкрова уже на севере, с северо-востоке. Ну, и это окружение блокада Киева, это другое направление. То есть по всем направлениям медленно, довольно медленно, и это вызывает, скажем так, критику тех, которые не любят Россию, потому что считается, что они как бы не очень удачно проводят эту так называемую спецоперацию. Но, в принципе, все равно это наступление идет. Когда оно должно завершиться? И чем оно должно завершиться? Ну, эксперты говорят о том, что еще 2-3 недели как минимум, для того, чтобы в случае, если будет сопротивление в городах, потому что основные силы Украины зашли в города, и там вести военные действия очень тяжело. Поэтому 2-3 недели это как минимум. Господин Урикян, что происходит, на Ваш взгляд, сейчас на Украине? С военной точки зрения, что Вы видите? Ну, то, что происходит, настоящая война, хотя кому-то не нравится, когда говорят, не спецоперация, а война. Раз погибают люди, и такие ужасающие цифры, и такие ужасающие потери от людских ресурсов, материальных ресурсов. Очень обидно, что многим силам, которые этого хотели сталкивать лбами, вот два славянских народа, им это удалось, и, к сожалению, это уже на века вот эта вот вражда будет сохраняться. Но тут надо сделать выводы, потому что было бы поведение, скажем, некоторых президентов Украины, в первую очередь, несколько другое, то ситуацию можно было бы решить политическими путями, дипломатическими путями. А вот это, ну, еще риторика про вступление в НАТО, это, скажем, Российская Федерация с мировой общественностью по дипломатическим каналам могли как-то сбалансировать ситуацию. Но когда появились у некоторых актеров амбиции ядерного оружия, это уже, нужно сказать, что надо было остановить. Я не оправдываю Россию, но когда ты пустил, скажем, в огород кого-то или в квартиру, и он у тебя уже оттуда выселяет, немножко больно. И самый главный вопрос, который касается не только Украины и не только Молдовы или других стран, а вот избирателям, людям на будущее, надо быть очень и очень внимательны и выдвигать и избирать на эти должности людей подготовленных, людей со стабильной психикой, людей, которые будут работать в интересах государства и избирателей, которые избрали, а не показывать свои личные амбиции, личные амбиции, вот, и не думать, вот, надо, вот, вы знаете, есть одно слово, которое я бы не хотел произносить, но все-таки скажу, надо следить за базаром, потому что это не иногда, а вообще потом оборачивается очень тяжелыми последствиями. И вот, что сегодня, момент, что творится сегодня, скажем, у нас? То, что вот под этим параманом... Я прошу прощения, Сергей Александрович, мы к нам еще вернемся. Вот вы говорите, нужно было переговоры и так далее. Вот сейчас переговоры, весь мир пристально следит за раундами переговоров между Россией и Украиной. Вы как считаете, приведут они к чему-то в итоге или нет? Обязательно приведут, потому что любой конфликт вот, или заканчивается дипломатическими путями, путем переговоров, или путем капитуляции. Ну, пока мы видим, что военные действия идут, и видим вот уже второй раунд переговоров. Вот господин Чуле прокомментировал, что они закончились только гуманитарным сотрудничеством, и то непонятно, по каким коридорам. Ну, это... Мы должны это хорошо понять, что это за один день или за один раунд, два, три, десять переговоров, вот сколько у нас по, скажем, по Приднестровскому конфликту было переговоров. Вот, и до сих пор идут, и все равно... Но, к счастью, господин Урикян в Приднестровье не стреляет, а тут мы видим, что... Но когда-то стреляло, и надо... И вот многие ищут, а кто начал, а с кем воевали. А воевали, я не хочу произносить, кто с кем воевал. Я хочу сказать, что договор о приостановлении вот этого военного конфликта подписал Ельцин и президент Молдовы Снегур. Есть вопросы, кто с кем воевал? Но там очень много вопросов, когда подписывался этот договор во время Приднестровского конфликта, подключались и третьи, и четвертые стороны, чего мы сейчас не наблюдаем, не так ли? Я был членом парламентской комиссии по урегулированию данного конфликта. И мне известно досконально очень много... Не кажется ли вам, что сейчас должны подключиться к этим переговорам, раз они безрезультатны, и другие стороны? Значит, нельзя сказать, что они безрезультатны. И понятно, вот позиция зрелая, незрелая украинской стороны. Тут не блещет, скажем, имиджем и российская сторона. Блицкриг, я хочу сказать, что навряд ли он удался, потому что есть очень многие потери. Но и те, которые разжигали вот этот... Я не хочу сказать, разжигали этот конфликт, войну и так далее. Но если сегодня, скажем, энергоносители, то есть этот газ природный, уже в Европе 2000 евро за тысячу кубометров, и 2 евро 1 литр бензина, то мы понимаем, что экономика Европы тоже трещит по швам. И последствия, вот они войдут дальше, дальше, дальше. И могут начнуться движения протестные и в этих странах. И тогда Европа должна будет другими темпами включиться в миротворческой миссии. И при введении вот этого конфликта к его приостановке, посадят всех за стол переговоров. Потому что вот эта фамфаранада с заявлением о вступлении в Евросоюзе и НАТО, это абсурдно. Спасибо, господин Чуря. Могут ли к чему-то привести переговоры вот в таком формате, в котором они проходят на данный момент? Нет, ну все стороны согласны с тем, что переговоры к чему-то придут, потому что это неминуемо. Даже если кто-то победит и кто-то проиграет. Мы видим, что все-таки определенный положительный тренд есть. Стороны пожали друг другу рук. Это было показано всему миру. Они пришли к первой договоренности, хотя и не до конца установили график. То есть есть договоренность о третьей встрече. Теперь вы говорите про формат. В какой-то мере вы правы. То есть отсутствие Запада в той или иной мере, конечно, сковывает переговорный процесс. Потому что все-таки страны Восточной Европы, Молдова, Украина, они все-таки ведомы Западом. И часто действуют, ну скажем так, грубо выражаясь, из-под палки или с указкой. Ну а вот сегодня даже глава Еврокомиссии заявил о том, что мы с нашими, с Украиной, мы полностью ее поддерживаем. Как Запад, на ваш взгляд, сегодня в этом поддерживает их? Ну поддерживает, присылает, как вы ни что не знаете, присылают вооружение, присылают военных. Самолетов, вот 70 самолетов. Ну самолетами сложнее будет. Германия, 1600 ракет, земля, воздух. Да, то есть это даже не смешно. То есть вот в этом смысле они, конечно же, помогают. Деньги обещали, непонятно в каких условиях они дадут, но вот так они помогают. То есть нельзя сказать, что они помогают. А в переговорах почему они не приезжают за переговоры? А вот в переговорах они не участвуют, потому что они хотят брать на себя, скорее всего, на сегодняшний день ответственность за все это. Ну потому что нужно признать, что Украина под ударом, а Запад пока что не хочет разделить участь всего этого. Спасибо. Господин Урекиан, на ваш взгляд, как себя ведет сейчас наше руководство нашей страны? Я напомню, что моя Санду не раз подчеркнула то, что мы нейтральная страна. И мы отказались от санкций против Российской Федерации. Господин руководитель МИДЭИ Нико Папеско также не раз сделал определенное заявление. Он, кстати, говорил также, господин Чуря, что вступление в Европейский Союз – это длительный такой довольно-таки процесс, который не происходит за быстрое время. Но многие эксперты отмечают, что наши власти ведут себя правильно в сложившихся условиях. Не так ли? Я хочу сказать, что очень рад, что в последнее время власти Молдовы, президент, несколько подкорректировали риторику. И это меня радует. Значит, люди начинают осознавать ситуацию, в которой мы оказались. Я хочу сказать, что я симпатизирую Нику Папеску, при том, нравится кому-то или не нравится. Я его не знаю, видел только на экране. Но он достаточно взвешенный человек. И один из лучших, скажу прямо, министров иностранных дел был, и я членом семи правительств, и знаю почти всех от 90-го до этого года. Так что подкорректировали риторику. Вот этот, немножко они подзабыли про вступление в НАТО. И вспомнили про нейтралитет. И вспомнили про нейтралитет. Мы вот с господином Чуря в свое время сделали альянс за европейскую интеграцию, который дал возможность подписать договор о аккорду для осуществления. О соглашении об ассоциации. Вот, и на этом надо было остановиться. И то, что вот мы сегодня подадим, ну, и будем ждать еще лет 30, вот. Если самое, что нам могут дать на этот, для того, чтобы не обескуражить нас совсем, это кандидаты. А кандидатам, вот Турция кандидат с 87-го года. – Хорошо. – Насколько правильно ведут себя нынешние власти, учитывая вот неспокойную ситуацию в регионе? Действительно ли они не выходят ни за какие рамки? То есть, все правильно и тактично? – В основном, да. Но на фоне вот этого конфликта, они все занимаются только гуманитарной помощью. Они думают, что отмоют свои грехи. – Ну, мне кажется, что сейчас люди и позабыли обо всем. – А я был вот два дня тому назад на севере и на юге. И управляя разными районами в разное время, вот и на севере, и в центре тут, и на других, скажем, должностях в стране. – Такой запущенности вот полей, как в этом году, я не видел за последние. Это было у нас где-то в 92-м, 3-м, 4-м годах. А потом все это начало уходить под контроль. Не вспахано. Значит, все посевы осенние, они скомпрометированы. Навряд ли урожай будет. Сады, обрезка идет, но я не знаю, с бухты-барахты. То есть, не вижу я такого движения, которое бы говорило о том, что правительство взяло под контроль. То есть, все запущено, и занимаемся сегодня гуманитаркой и встречей гостей. Эти гости уже не имеют, куда в другие страны летять. Вот, и они прилетают к нам и обещают. – Вы напоминаете властям о том, что война завершится рано или поздно, и нам нужно будет решать свои внутренние вопросы. – Совершенно надо нести ответственность за ту ношу, которую взяли. И обещания обещаниями мог бы что-то подзабыть. А то, что страной надо управлять, то надо управлять. – Спасибо большое. Господин Чуря, как себя ведут власти в сложившейся ситуации, тем более на фоне того, насколько правильно шаги они предпринимают? – Я напомню вам, что накануне граждане очень резонансно восприняли ситуацию с картой, где президент Белоруссии кое-что демонстрировал. И одна из красных стрел на этой карте была направлена в сторону Молдовы. Чуть позже посол Белоруссии в Молдове был вызван в МИДЕ для объяснений. Он объяснил это ошибкой Минобороны. Но все-таки граждане взволнованы до сих пор тем, что это означало на самом деле. И ждет ли, какие угрозы могут быть связаны с ситуацией в регионе в Молдове? – Я думаю, что прежде всего эта стрелка взволновала наше правительство, нашу власть, потому что граждане взволнованы вообще с создавшейся ситуацией и войной. Стрелка – это то, что увидели те, которые наблюдали за этим заседанием Лукашенко. Не знаю, что они поняли из этого, но как бы посол Беларусь сказал, что ничего в этом страшного нет. Нет, это ошибка. То есть нет смысла, я думаю, копать дальше. Нам не предоставили дополнительно никакой информации по поводу возможных угроз. Хотя мы все понимаем, и не сама стрелка страшна. Что стрелка, она указывает... – По действиям. – Да, но действия не могут быть... – Не стрелка страшна, а стрелка страшна в том контексте, что мы не понимаем, что это означает. – Ну, я уже говорил, что военные действия идут уже почти достигли до реки Буг, то есть идет, сейчас будет блокада Одесской области. Это значит, что военные действия будут проходить в соседстве с Приднестровским регионами, с нашей границей, где нет Приднестровья. То есть на нашей границе практически... И вот не стрелка, я хотел сказать, страшна, а то, что мы будем соседствовать с этими военными действиями. И вот это, конечно, вызывает массу вопросов, на которых нет ответов, но правительство должно быть очень внимательно к этому. – Я не думаю, что Александр Григорьевич имеет какую-то негативную тенденцию, тем более он служил на границе. Но стрелку можно понимать по-разному, то, что посол подкорректировал немножко. Дело в том, что вот Арциз, взрывы, три дня тому назад, Измаил, взрывы, это как раз стрелка вот в том направлении. Я бы не считал, что вот это аргумент, что ошиблись. Вот такие ошибки, они как раз сеют недоверие к странам. И уже не знаешь, кто друг, и кто, не хочу назвать враг, но кто и не друг. Потому что ситуация достаточно серьезная. И особенно вот эти хранилища в Колбасне. – Но я только понимаю, там груда металлолома, осталось, который нужно утилизовать, и все. – Значит, я, то, что нам вешают лапшу на уши, вот, не-не-не, там не 20 тысяч, там все 500 тысяч тонн. И там то, что свезли со всех стран Варшавского договора. Вот, я там бывал не один раз, и слава богу, мне и командующий говорил, что слава богу, что успели вовремя вывезти ядерное оружие оттуда. Так это достаточно серьезно. И это не моя оценка, а оценка бывших командующих 14-й армии, что если это рванет, то хватит всей Европе. – Спасибо. На этой ноте мы прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим обсуждать то, какие риски и угрозы несет в себе сложившаяся в регионе ситуация. До встречи после рекламы. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодня главные темы мы обсуждаем с гостями студии. В гостях у нас политик Серафим Урикян, а также политолог Корнелий Учуря. В продолжении нашей беседы, господин Урикян, насколько нашим людям стоит или не стоит волноваться в приближении, так скажем, к нашим границам военной операции, конфликта, войны? – Я хочу сказать, что даже у животных вызывает страх вот то, что происходит. И любой человек, здравомыслящий, конечно, он должен иметь в виду и должен бояться, и должен быть… Я не к тому, чтобы нагонять страх, но мы должны быть готовы к любым действиям. Хотя, я уверен, то есть, с точки зрения международного права, вот, Республика Молдова – независимое государство. – Нейтральное еще. – Нейтральное государство. И это как раз не вижу какой-то враждебность, что это провоцировало какую-то враждебность в отношении России. И России ни в коем случае не нужен, кроме Украины, еще кого-то задевать, который будет вызывать в мире еще больше, может быть, резонанса, чем сама Украина, Молдова. Хотя она и маленькая. – Не захотят ли сейчас решить вот в этом контексте Приднестровский вопрос? – Ну, знаете, когда хочешь решить все сразу, то можешь потерять все сразу. Один захотел в НАТО вступить, иметь ядерную бомбу и может потерять страну. Поэтому и тут надо все шаг за шагом, но уверенно, без давления, через дипломатию, через каналы дипломатические и политические и решить Приднестровский вопрос. Другие хотят другое решить. И это тоже, я считаю, провокация. – Ну вот, как вы слышали, да, и Грузия уже заявила о желании вступления в Евросоюз. – Ну вот, надо объединиться с Румынией. Я думаю, что все эти вопросы могут быть решены. И даже вот эта заявка на вступление в Евросоюз, если бы хватило терпения, вот они, вот, не буду, остановлюсь тут, проводить референдум в республике и вот подать эту заявку, закрепить ее референдумом Корнелю, прав или не прав? И это было бы совершенно другое. – Господин Чуря, какие угрозы у нас, какова вероятность, так скажем, и какие угрозы у нас есть, и вот в этом контексте может ли поменяться вообще статус Приднестровья? Какова вероятность? И каким образом? – Ну, про вероятность я не могу вам сказать. Но, конечно же, многое зависит от результата войны. И, в принципе, та сторона, которая победит, она будет, ну, скажем так, контролировать этот регион. Это, говоря, геополитическими понятиями. И в этом случае, и в том, и в другом случае, конечно же, будет какое-то решение для Приднестровья. Мне кажется, что статус-кво уже не сохранить. То есть, вот то, что началась сейчас Россия, называйте войной, называйте спецоперацией, неважно, это ломка статус-кво и придание нового формата, нового контура нашему региону. Каким он будет, несложно сказать, но Приднестровье, конечно же, проблема Приднестровья будет решена после этого. Я считаю, и я думаю, я практически уверен, потому что… – Каким образом Приднестровье вернется в утробу матери, как говорится, в Молдове? – В случае, если победит Россия, ну уже можно сказать, то есть определенные сценарии по решению. Можно их назвать опять федерализацией, можно их назвать реинтеграцией с каким-то четким статусом. Но это решение будет дано, потому что регион уже меняется. Если победит другая сторона, то там другие сценарии. – Я считаю, что сценарий, скажем, не дай бог признания России Приднестровья, как суверенное государство, я не думаю, что этого дойдет. Может быть, на определенных каких-то дипломатических поисков компромиссного варианта, чтобы мы вернулись к тем вариантам, которые были раньше. Вот предложена федерация, только не дальше, чем федерация. И у некоторых у нас в стране сразу волосы дыбом. Я понимаю, что они думают обо мне сейчас. Что если федерация, что у них ежиком становятся волосы. Это в федерации все зависит от того, что делегирует Конституция в данном регионе. Не делегировал международные права, а только Республика Молдова является субъектом международного права. И проблем нет. – Я согласен. – Что добавить? С точки зрения безопасности. – Ну, опять, с точки зрения безопасности, сейчас определенное время до того, как, используя такое слово, устаканится все, успокоится, безопасность никому не будет гарантирована. То есть идет война, безопасности нету. Никакого зонта безопасности нету. После этого будет переформатирование пространства в следующий этап. Потому что вот господин Рукьян говорил, что это все надо будет делать, выстраивать поэтапно. – В рамках Конституции Республики Молдова. – Да, кстати, нет. – И Молдова должна решить этот вопрос, но не кто-то другой. Мы надеемся, что, несмотря на то, кто победит, все будет делать в рамках, вот то, что позволяет Конституция, но с разными сценариями. И пока, конечно же, есть ощущение того, что безопасности нет в регионе. И я думаю, что понадобится определенное время, пока все успокоится, пока все не успокоится. Но будем надеяться, что все-таки ситуация... – Ну, вот сказали, что две-три недели. – Нет, две-три недели – это военная операция, она завершится. – Но после этого начнется дипломатическая фаза. Причем нет, стоп, если разбить поэтапно, то сначала идет военная операция в смысле завоевания территории, если смотреть с одной точки. Потом будет другая часть военной операции. – Политическая реформа? – Не политическая реформа. Там есть несколько этапов, но останутся территории, которые еще не будут контролированы. То есть не все закончится в два-три-три-три недели? – Еще могут возникнуть столько территорий в Украине, которые будут не подвластны центральным властям Украины. Еще дай бог, чтобы сохранился Киев, если вот пойдет дальше по сценарию Малороссия и две столицы Киева. – Сейчас волнуют, насколько велики угрозы для Молдовы в плане каких-то военных вторжений. – Угрозы для Молдовы сегодня нагнетать обстановку я не вижу необходимым. И было бы неправильно вызывать на себя гнев кого-то. Мы должны понять, что мы суверенная страна, мы нейтральная страна. Да, война идет… – И предпосылок для того, чтобы у нас что-то началось? – Нет никаких. Но и вести мы должны себя так, чтобы своей риторикой не навлечь беду на нашу голову. – Ну вот, например, я отмечу, в связи с тем, что сказал господин Урикян, что на период чрезвычайного положения в Молдове приостановили ретрансляцию информационно-аналитических программ российских телеканалов. Такое решение приняла в среду вечером правительственная комиссия по чрезвычайному положению. Согласно принятому решению, временно запрещена ретрансляция новостей и информационно-аналитических программ, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Запрет не касается художественных короткометражных фильмов, а также развлекательных программ. Господин Щуря, с точки зрения политологии, не нарушает ли это информационный нейтралитет? – Ну, такого понятия нет. Это не с точки зрения политологии, это как пытаюсь дать такой анализ наблюдателя. Конечно же, принцип нейтралитета несколько нарушается. Нет такого понятия в Конституции информационного нейтралитета. – Но тут есть очень хитрая штука. Тут не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. – Известная хитрость прозападных правительств, которые не называют в законах Россию Россией, а используют вот этот эюфемизм, как мы говорим. Я считаю, что тем самым прозападное правительство нарушило принцип нейтралитета, политического нейтралитета, но конституционного нейтралитета они не нарушили. То есть, конституционный нейтралитет, он предполагает прежде всего военную часть нейтралитета. В этом смысле они ведут себя правильно. Но, тем не менее, они высказали критические заметки по поводу России. То есть, было видно, что, сохраняя военный, внеблоковый военный нейтралитет, они тем самым политически... – То есть, высказываются они с военными действиями? – Они проголосовали против России, высказались за то, чтобы запретить вот эти... передачи. То есть, нейтралитета информационного нет, но это прозападное правительство, и, в принципе, политически они на это имеют право. – Угу. Господин Урюкян, вы хотели бы прокомментировать? – Ну, не Молдова начала. Это еще до вот этой операции начались в мире вот этот конфликт с Дойче Белли, другие начали закрывать различные вот информационные пространства, площадки в разных странах. И, естественно, то, что наносит вред, скажем, информационному пространству, людям, то, что наносит, несет дезинформацию людей, то, что может нагнетать обстановку в той или иной стране, и то, что не противоречит Конституции и международному праву, то власти не только должны, не только могут, но и должны, и обязаны предпринимать меры. – Ну, тут мы видим, что меры предпринимаются как-то однобоко. – Ну, а здесь, я так скажу, не обязаны, но они могли это сделать, и они это сделали. Ну, как бы, пока ничего страшного в этом я не вижу, это временная мера, все-таки чрезвычайное положение, оно введено, по-моему, на два месяца. – На 60 дней введено. – То есть, я очень надеюсь, что после 60 дней… – Да, через 60 дней это… – Все возвратится на круги своя. – Ну, посмотрим. Значит, продолжим. Хотела бы обсудить с вами обязательно ситуацию, связанную с беженцами. Значит, по последним данным, у нас в стране находится более 110, около 110 тысяч беженцев. Вот не могу я найти точную статистику. Ну, ладно, около 110 тысяч беженцев находятся у нас в Молдове, более 51% транзитом проезжало через нашу страну. Около тысячи человек запросило официально юридический статус беженца. Я знаю, что сегодня, да, верховный представитель ЕС Жозеф Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения политики Оливьер Вархит посетили центр размещения украинских беженцев на Молдэкспо в Кишиневе. Мы знаем, что господин примар Кишинева-Чабан просит у правительства предоставить другие здания для размещения беженцев. Это Кишинев-Арена, институты труда, легкоатлетический манеж и некоторые другие большие здания. Господин Урикян, вы вот как экс-мэр, который, кажется, является советником нынешнего мэра. Насколько Кишинев готов принять сегодня такой наплыв беженцев? Что было упущено? Несет ли это для Молдовы какие-то гуманитарные риски? Как вы можете поприятировать? Вы знаете, критиковать в этой ситуации большого ума не надо. Но хочу сказать, что можно сделать немножко больше. И есть достаточно гостиниц в Кишиневе, гостиница «Космос», которая пустует, гостиница «Турист», которая пустует, гостиница, чьи бы они ни были, чрезвычайное положение. Есть собственник, нам оказывают, скажем, гуманитарную помощь от международной организации. Обещали 15 миллионов. Да, европейцы обещали 15 миллионов. Это не так много, не надо разгоняться. У нас 70 пунктов открыто для приема уже беженцев. И Бог его знает, это когда еще звуки взрывов не слышны вот тут у нас, кроме Арциза и Измаила. А уже приближается к Одессе, к этим. И тут наплыв будет намного больше. Поэтому в этой чрезвычайной ситуации нужно использовать все ресурсы, потому что Арена и другие речь идет о очень больших объемах. И это можно, чтобы люди прожили там, ну, те, которые транзитом, два-три дня и так далее, и поехали дальше. А речь, если пойдет о более длительном проживании, то тут надо, чтобы немножко пересмотрели свои возможности Европейский Союз и компенсировал все затраты. Потому что Молдова, к сожалению, достаточно безденежная страна. Но как люди объединились, господин Урикян, как и экономические агенты, и все. Это, значит, жизнь нам показывает, что вначале все хорошо, потом все об этом забывают, и власти остаются один на один с проблемами. Поэтому, кроме этой фанфаронады, надо решать с международными организациями вопрос финансирования. Потому что они обещали помочь Зеленскому и так далее, помогают вооружениям. Так, пусть помогает и той части, которая вынуждена из-за этой убийственной спецоперации, люди вынуждены оттуда уехать. Кто на время, кто навсегда, кто мечтает о возврате. А затраты должны быть компенсированы международными организациями. Господин Чуря, 15 миллионов. Это много или мало? Я себя не могу. Господин Урикян лучше понимает масштабы этой помощи. Если господин Урикян говорит, что это незначительная помощь для такого наплыва, то я... Но вы как чувствуете себя? Спасибо за это. Вот господин Урикян дает неплохой прогноз по поводу того, что если, ну не дай бог, не то, что неплохой, плохой прогноз может быть, от того, что этих беженцев будет больше и больше, людей будет больше и больше. Сейчас у меня есть еще другие проблемы. И я извиняюсь, что я скажу это сегодня, потому что уже возникает конфликтная ситуация. Вот в Бричанах встретились люди в центре Бричан, там украинцы и русские, и так побили друг друга, что будь здоров. В Гагаузии тоже самое. Другие джентльмены, которые приехали оттуда, я вчера имел встречу с людьми ответственными, и уже некоторые спрашивают, а где бассейн? Почему вы нас тут поселили и нет бассейна? Вы знаете, вот и надо тут усилить и работу внутренних органов, потому что я, правоохранительных органов, потому что, к сожалению, криминогенная обстановка может обостриться. То есть нужно держать руку на пульсе и под контролем. И я не исключаю, что то оружие, которое, к сожалению, раздают на всех перекрестках, скажем, в Украине, оно может попасть и... Я надеюсь, что они прошли через границу. А как они через границу проходят? Ну, может, я почему, может. Друзья мои, наша граница... Да. Да, мы видим, как люди призывного возраста, в каком количестве на автомобилях разъезжают с украинскими номерами. Господин Чуря, гуманитарная катастрофа в связи с этим, есть риски? Нет, ну, давайте надеяться, что не будем. Но здесь я бы подчеркнул один момент. Нельзя оставлять местные власти на произвол судьбы и не помогать им. Вот тот факт, что мэр города Чабан высказал определенные претензии, я думаю, это вполне оправданно. И я считаю, что центральное... Ну, что это не претензия, а предложение к центральному правительству. По-разному. С одной стороны, господин Чуря, действительно, господин Урикян говорит вот такие вещи и вопросы, которые поступали и ко мне лично. Люди жалуются о том, что не все, конечно, но часть беженцев приносят, приезжают и привозят какую-то межнациональную рознь, высказывание своего мнения, требуют от людей высказать свое политическое мнение, хотя люди хотят в основном в массе воздержаться от этого. Насколько опасна эта ситуация или не опасна? Это, конечно, местные власти могут решать только с правоохранительными органами, проводить воспитательную работу уже поздно и не нужно. Это не наши граждане. То есть, я знаю, про какие моменты вы говорите, когда мы там находимся, находились, то иногда они имели право нас спрашивать по поводу наших политических мнений, мне это один раз пришлось сделать, но у нас уже, в принципе, они должны себя вести соответственно нашим внутренним правилам, и за этим должны следить правоохранительные органы, и они должны получить четкие указания от наших центральных властей. Я так понимаю, например, в Кичневе полиция, она находится под управлением города, но в основном это... Нет, она не находится, она находилась раньше, а сейчас не находится под управлением города, и этот вопрос нужно решить, и не только в городе, а во всех территориях, чтобы была местная, муниципальная полиция, управляемая местными структурами власти. Сможем ли регулировать эти процессы? Потому что вот из Гагаузии мне поступают и поступают вопросы и претензии о том, что приехали беженцы и проводят воспитательные работы с гагаузами, о том, на каком языке они должны вообще в республике в городе общаться. Это нехорошая ситуация. Вот, есть даже подписи собирают, вот мне отправили ссылки о том, что люди не довольны. То, что криминогенная ситуация обострится, тут даже не надо ставить под сомнением. Поэтому, не запуская это дело очень далеко, правоохранительные органы и местные органы самоуправления должны взять под жесткий контроль. Вот на тебе кусок хлеба, на тебе тепло, на тебе то, что надо, но ты будь ласковым, веди себя по человеку. Как в гостях, а не требуй бассейн. Еще один очень важный момент. Мы видим, что нарастает истерия, и очень часто связанная с фейковыми новостями, которые люди считают в социальных сетях, в интернете. И невозможно уследить за всем. Очень много фейков на самом деле. Господин Чуря, вот каким образом вы выбираете себе информацию и выдержки, и каким образом нужно людям перерабатывать информацию, простому читателю, для того, чтобы не попасть в ловушку фейков, и не получить какую-то психологическую травму, так скажем. Ну вот давайте сразу. Конечно же, особенно при таких событиях, фейки, они неизбежны. То есть исключить фейки нельзя. Мы все под властью этими фейковыми. Ну я работаю, пытаюсь как-то найти, но у меня есть время для этого найти истину, так маневрируя между фейками. Но простому человеку очень сложно. Здесь самое опасное не исключить фейки из потока информационного. А распознать их? Нет, здесь очень важно не запретить по политическим мотивам одни фейки, чтобы люди пытались только другими фейками. Вот это, к сожалению, иногда пытаются делать и наши власти. Разрешите, раз уж все выпускают фейки, но и все, и украинцы запускают фейки. Полно информационного пространства украинского фейка. И русские запускают фейки, сколько угодно их, и Запад запускают. Уж пусть люди сами выберут и пытаются найти истину, а не запрещайте. Но уже мы имеем ту ситуацию, какую имеем. Как людям правильно? Где им читать информацию? Нет, нету совета. Они сами должны пытаться найти истину. Повсюду фейки. Пусть они, мы все иногда попадаем под этот обман. Я, например, лично проверяю и по различным источникам. Вот. И иногда даже, имея друзей почти во всех территориях Украины, звоню людям в Одессу, в Киев, во Львов, куда хочешь, и спрашиваю. И очень часто вот то, что говорят одни или другие, ну, не соответствует действительности то, что там происходит. Но есть другая беда у нас. Вот у нас есть плеяда горе-комментаторов и горе-политиков, которые то, что им приходит в башке, попадая на телевидение, выливают все с ног до головы, обзывая вот одну сторону конфликта или другую, принижая их. Я думаю, что нам нужно, еще раз возвращаюсь, немножко надо следить за риторикой. Потому что это касается безопасности страны, это касается вот наших людей, не вводить их в заблуждение. И вот уменьшить это психологическое давление. Вот все уже едут, вот уже занимают, вот стрелка. Вот занялись государственные органы, уполномоченные этим делом. Ну, объяснили, как оно было и как оно есть на самом деле. Но когда начинают с различных информационных, скажем, площадок доводить такие вот страшилища для людей, и это наши люди, наши политики, которые за свою жизнь не посадили одно дерево, не построили что-нибудь и не сделали ничего для этой страны, кроме болтологии. Остановитесь немножко. Не то время, когда надо вот лить все, что ты думаешь, а говори то, что нужно. – Хотелось бы также очень коротко затронуть вопрос. Сегодня Клаус Йоханнес заявил о том, что зависимость УС от российского газа необходимо покончить. И это прозвучало, кстати, в контексте того, когда сказала Урсула фон Дэн Ляйн, что они будут активно работать к тому, чтобы переключить Украину на другие энергосети. – Возможно ли сегодня вообще это? – Нет. Это технический вопрос. Если… Значит, это сегодня невозможно. Вот. Чтобы было понятно. Для некоторых, которые в этом не сведущи, все возможно. Только мне скажите, почему сегодня вот газ в Европе стоит тысяча кубометров, две тысячи евро? – Почему? Потому что пройдет время, люди одумаются. Сегодня вот хорошо, что вот стороны, которые находятся в конфликте, еще имеют мозги. Потому что через Украину было перекачано, по-моему, 150 или 115 миллиардов кубометров с начала года. То, что на разы больше, чем в прошлые годы. Потому что газ, который был в резервуарах, запасы, уже заканчивается. Поэтому и вот эта дороговизна. И видите, что если даст Бог, и никто не повредит этот газопровод через Украину, не найдется горячая голова, то ситуация еще устаканится, как говорит господин Чурья. Но я уверен, пройдет не так много времени, и все вернется на кругу своя. И северный поток Е1, Е2 будет подключен. Потому что любому, даже дураку, легче платить по 700, 500, 600, 700 евро за тысячу кубометров, чем 2000 евро за тысячу кубометров. И из-за ошибок, скажем, нашего правительства, я их уважаю. Никаких проблем. Потому что кто-то должен управлять государством. Но управлять государством надо с головой. И если бы следили за риторикой, мы бы платили сегодня 250, а не 700 и так далее. Поэтому миллиарды платят крестьяне. Миллиарды затраты сегодня не могут перерабатывать землю, а завтра будет голод. Я хвалю правительство за то, что хватило ума приостановить экспорт пшеницы, приостановить экспорт кукурузы. Но пусть обращаются в Евросоюз. У нас десятки тысяч тонн яблок. Чтобы купили эти яблоки, способствовали в определенной мере развитию этой ситуации между Украиной и Россией. Мы лишились этого рынка сбыта. Давайте, господа европейцы, покупайте у нас яблоки. Давайте в Индии их поставлять, куда хотите. Но не надо лишить последних средств этих молдаван, которые работают своим горбом, зарабатывают и для наших управленцев денежки. Вот видите по солярке. Когда была солярка 13 лей, то залезали на тракторах, на ступеньках парламента. Когда 23 лея, все хорошо. И очень обидно, когда вот такие вот рекомендации аграриям. У вас был хороший урожай в прошлом году, так что ищите в кошелках и платите дороже. Но если так управлять, господа правители, то конфликт этот закончится. И люди вернутся к вам с очень нелегкими вопросами. Поэтому вот помимо гуманитарки и встречи гостей, займитесь и домашними делами. Спасибо большое. Господин Юрьевич, я вам хочу задать последний вопрос. Мы улыбаясь говорили о ядерном оружии, о чемоданчиках, о кнопочках. Нет. Мы какое-то время назад, 2-3 недели назад говорили об этом, улыбаясь о чем-то таком нереальном. Сейчас мы слышим, все чаще и чаще звучат такие слова от глав государств, от глав держав. Насколько вы можем быть уверены в том, что не только страны, но и мир сегодня находится в безопасности? Опять, гарантии никто не дает. Раз есть оружие, оно может быть использовано. Но система международных отношений была построена в последнее время на этих принципах обоюдного сдерживания, чтобы не позволить использовать это оружие по назначению, если у нее есть такое назначение. И в принципе эта система хорошо работала. И были определенные гарантии в отношениях между СССР и США, что такого не может быть. Есть ощущение, что на Западе немножко забыли эти правила. И поэтому сейчас вновь пришлось вводить специальный, особенный режим. И сразу же это возымело определенные последствия, потому что Запад сказал, что нет, мы не собираемся использовать войска. Потому что здесь главная угроза – это прямое столкновение ядерных держав в каком-то регионе. И мне кажется, что сейчас лидеры ядерных держав начинают вспоминать эти правила сожительства. И этого не должно быть. И я думаю, что они это прекрасно понимают. Но от них зависит все это, будет или не будет. Я хочу только добавить к этому. Я согласен с тем, что говорит господин Чурин. Как-то не успокоил господин Чурин. Но я хочу сказать, что все державы, и особенно блок НАТО, Соединенные Штаты и все остальные, должны уже начинать призадуматься, как притормозить. Потому что я вот, не дай бог, вот прижать Россию настолько к стенке, вот, потому что приведение в боевую готовность, скажем, ядерного оружия – это фактор очень, очень неприятный для всего мира. И видите, после декларации Путина, президента Российской Федерации о приведении на боевое дежурство ядерного оружия, уже и риторика поменялась, и уже и американцы, и другие. Так что надо взвесить, надо притормозить, надо приостановить этот конфликт и решить его больше дипломатическим путем. И я бы обратился ко всем лидерам не показывать мускулы, потому что, не дай бог, эти мускулы никому не помогут, и они не понадобятся. Спасибо большое. Я признательна каждому из вас за сегодняшний эфир, за интересные исчерпывающие ответы. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Главное». С вами была я, Нина Демогла, а также гостями сегодняшнего эфира были политик Серафим Мурикян, а также политолог Корнелий Учурь. Я желаю вам хорошего вечера, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин